Часик, радость, чифер, сладость, дорогие хиканы, сегодня у нас вечер трэш могильных историй. Сегодня у нас в гостях снова всем полюбившийся матрос Кириллов. Здравствуйте! Здравствуй, здравствуй, дорогой! Да-да, дорогой, о чём ты сегодня будешь рассказывать? Сегодня я хотел на волне хайпа по поводу Соколовского рассказать, как я был в современном, понимаете, информационном обществе практически пионером в страданиях по получению политических статей, вот, почти как Новодворское. Некоторые поклонники говнарства вспомнят, ах да, забыл сказать, всё сказанное автором является чистейшим вымыслом, и к жизни это, ну, никак не применимо, и всё плод фантазии, и все фамилии, если они случайно будут сказаны, они случайны, и события тоже. Вот, эпиграф. Любители говнарства, наверное, слышали песню «Хой-хой, турбо-хой, мы бухаем и блюём». Ты слышал эту песню? Ну, ты обижаешь, я бывший говнарь, ну, или действующий, или я не знаю, но не суть. Ну вот, помнишь, там в начале девка спрашивает панка, типа, «Каково это быть панком?» Он такой, «Быть панком — это рыться на мойке, жрать говно!» Вот мы с Юрой Хоем, когда бухали, мы такое вытворяли, жрали говно, блевали друг другу в рот, «Это современные панки, это не панки, а уроды какие-то». Конец цитаты. Также и я, когда услышал эту новость о Соколовском, меня вот припекло, я так вспомнил года своей, понимаешь, борьбы с системой, и так, как в Бородино, эх, было она не то, что нынешнее племя, понимаешь. Когда я был малолетним пиздюком, году в 2007-м, у меня был друг Саня, по-моему, все и начинается, у меня был друг Саня, ну, все истории. У него был абсолютно замечательный друг Михаил, который отличался тем, что пиарился как мог. Ну, тогда не было Ютубчика, или был, не помню, 2007-й, 2008-й года. Пиарились все как могли. И Михаил в моем городе абсолютно мимичная личность в узких кругах, в те годы он яростно с нами тусовался. И нам было известно, что он там привлекал к себе внимание абсолютно странными поступками. Например, он устраивал голодовку в своем институте с поводом, короче, чтобы министра культуры Швыдкова в отставку. Вот, потом у него зашла тема, тогда была очень популярная, Ксения Собчак, и он решил на этом похайпить. И первая его акция была сделать митинг против Ксении Собчак. Он обзвонил кучу-кучу своих друзей, потом позвонил в различные редакции города Омска, значит, сказал, что вот, мы устроим митинг прямо под дедушкой Лениным, будет вот около сотни человек, приходите. В назначенный день Н мы даже с другом Саней сделали плакаты. Один из них изображал жопу из телевизора с мегафоном. Другой показывал скрещенные молоты, как у Пинк Флойда в стене, и там надпись Собчак на Колыму, там все дела. В назначенный день явились только мы вместе с Мишей втроем. И, как я потом подсчитал, явилось около сорока различных журналистов. Ну, мы как, блядь, дебилы из кустов, это даже если порыться, где-то есть видео, как дебилы из кустов, значит, вышли к этому митингу, к месту этого митинга. Нас там начали, ну, всячески обсмеивать, говорили, а где все? Ну, блин, просто сорок человек полукругом встали, около трех дебилов. Вот, ну, и мы все по очереди начали говорить, какая Ксюша Собчак плохая, она вот, из-за нее идет деградация, нашей молодежи там надо дом-2 запретить. Блядь, он тогда еще только 4 года как шел, сейчас уже 10 лет, обалдеть, с тех пор прошло. Вот, и даже в местной газете о нас напечатали большое, значит, на целую страницу репортаж, и рядом такая колоночка, чем опасны осенние обострения. Вот, у Миши, к слову, тогда была просто истерика, он стоял и хоккал. Вот. Ну, втроем акционировать, да, это да, это серьезно. Да, 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 ну, он там нам по пивку поставил, говорит, давайте, пацаны, выйдем, вот, друзей пригласите. Ну, вот, из всех друзей нашлось только два дурака. Вот. Дальше Миша, как ни странно, руки свои не сложил, и устроил единичный пикет, где он примотал к себя к Березе и требовал, я вот уже не помню, то ли чтобы Ксения Собчак приехала к нему, то ли тоже, чтобы с каналов она убралась, но его каким-то образом заметили, и даже позвали на Малаховскую, там, пусть говорят, дотошный зритель, слушатель может проверить мои слова и забить, короче, пусть говорят, выпуск называется немножко беременная. Там Миша приходит, значит, в студию и с серьезными сначалащами говорит, что вот Ксения от него беременная, она приезжала к нему в Омск, они там вместе тусовались в такой деревеньке Окунево, ну, по нашему местному поверью, считается, что там типа инопланетяне живут, всякая такая пердуха, вот. И даже согласилась со временем переехать к Михаилу, чтобы вместе с ним растить свиней, вот. Но, собственно, там тоже люди не пальцем деланные, и Мишу Адова затроллили, у Миши опять началась там в прямом эфире истерика, ну, в конце концов, ничем это дело не закончилось, вот, только все посмеялись над Михаилом, ну, и он вернулся в Омск, не совано хлебавши. Вот такой вот, понимаете, такие мы первопроходцы сибирского акционизма, можно сказать. Это был не акционизм, а перформанс. А, перформанс, извините, извините, пожалуйста. Да, ну, после этого, надо сказать, Мишей заинтересовались местные чекисты, начали там у него обыски делать, даже нашли какую-то экстремистскую литературу. Но он сам по себе человек довольно своеобразный. Сейчас, если порыться, можно даже найти на Ютубе несколько его видео, где там он в специфической манере, например, доказывает, что там никто в космос не летал, или он там на церковь гонит. Ну, своеобразный. Так, правда, не летал. Ну, не знаю. По-моему, это никак не проверить. Но это другой вопрос. В общем, крайне своеобразный человек. И на какое-то время вот моя борьба закончилась. Но, о ужас, она опять... Как? Я вновь стал жертвой режима в 2011 году. Дело в том, что я каким-то странным образом услышал об одном запрещенном фильме, отснятый в немецкой Германии. Фильм рассказывал о нелегкой жизни и нелесной жизни еврейского населения. Я не буду говорить его название. Вдруг это как пропаганда будет. Ну, да, да. И скажешь, что мы его осуждаем, естественно. Мы его осуждаем, да. Потому что я к ним имею отношение. И вообще, евреи клевые, пацаны. Вот. Ну, да, да. И ты же знаешь, что я... Ну, я это часто упоминаю, что я дико произраильский, например. Вот. А я-то вообще хотел одно время уехать в Израиль и покататься на танке Меркова. Да, понимаешь. Ну, значит, я этот самый нехороший фильм. Тогда ВКонтакте много было, никто не следил. Решил посмотреть. Ну, что-то забыл его сразу посмотреть и добавил в свои видеозаписи. Вот. Ну, и забыл что-то о нем. Не вспоминал месяца четыре, как однажды утром ко мне стучатся два товарища в штатском и показывают корочки ФСБ. Вы, говорят, Глеб Кириллов, я... Ну, возьмите документы, давайте проедем с нами. Я такой на измене. Бабушка дома тоже на измене. У нее отца, понимаешь, репрессировали, теперь за внуком заехали. Я такой, блядь, попал, попал. Ну, ладно, че. Вышли мы, посадили в черную Волгу. Они до сих пор на Волгах ездят. И поехали. Ну, а там в машине мне, мужики, давай говорить, что вот у тебя тут типа аккаунт такой, ну да. И фильмы всякие нехорошие. Я говорю, какие? Ну, и назвал мне это. Вот. Название. Говорю, а ты знаешь, что за его распространение тебе грозит 282-я статья? Я такой масса так выпал, блядь. Думаю, вот меня, понимаешь, борца за правду система схватила за жопу. Но справедливости ради, я, как уже упоминал, ничего антисемитского в себе не творю, не держу. И как бы просто мне интересно посмотреть было. Ну, я начал им говорить, что, ну, ребята, ну вы чё, я же теолог, я вот, я ничего. Кстати, ребята, которые меня взяли, они, ну, это отдел по борьбе с экстремизмом. И, кстати, одно из мест применения выпускников теологического факультета как раз вот этот вот отдел. Ну, кстати, очень интересное. Даже у нас в эти самые инглинги, которые я тебе говорил, язычники, их их же запретили. Там суд был, который запретил их книжку. И экспертов вызывали, короче, наших преподавателей из нашего факультета. И у них даже на каком-то сайте прям чёрным по белому было написано список наших преподавателей и написано «Эти люди мешают там типа славянскому расцвету и фамилии доцентов». Ну, ты понимаешь, что там больше к психиатрии они отношения имеют, чем к теологии. Ну, а их не смутило этих цпэшников, что ты ну, сам, мягко говоря, не можешь быть антисемитом. Ну, всякое бывает. Ты им объяснил? Ты им объяснил? Да, объяснил. Поэтому я, я, видишь, для меня всё закончилось довольно хорошо. Вот, никто меня там не пытал, не бил током и даже бутылку в анус не засовывал, как ни странно. Нет, это я что-то зашутился. На самом деле, наше общество очень сильно демонизирует органы и ФСБ. На самом деле, блядь. Эх, Глеб Кириллов, какой же ты наивный мальчишечка. Ну, ладно, я не буду переборить, я не буду спорить. Жизнь, она долго и научит самого. Ну, пожалуйста, продолжай. Ладно. Ну, на самом деле, никто не выбивал из меня каких-то там показаний. нет, просто со мной вот вежливо поговорили, сказали, ну, ты понимаешь, что как бы так нельзя, и за это ты можешь на три года-то поехать. Понимаю, извините, я вот случайно, ну, там на камеру записывали как допрос, вот, ну, и мне эту статью 282-ю заменили, короче, на административную, 20.28, по-моему, но это я потом узнал. Сначала они со мной поговорили и сказали, ну, вот, жди, короче, повестки, когда тебя в этот, в прокуратуру позовут, вот, и, блядь, как назло, прихожу домой, у меня в тот же вечер психосоматика, понимаешь, с аппендицитом увезли, блядь, в больницу, и держали меня полторы недели в больнице, и каждый день, короче, бабки звонили домой, спрашивали, я в больнице или меня объявлять федеральный розыск, вот, ну, в конце концов вышел, пошел к прокурору, там мне зачитали это дело, ну, сказали, вот, что, ой, блядь, что тебя, вот, сейчас штрафанут, там, на тысячу, ну, блядь, больше так, нахуй, не делай никогда, хорошо, ладно, ну, и ждал, начал ждать суда мирового, самое смешное, что, блядь, в день суда я пошел, отделся, все, пошел, и, блядь, только в суде вспомнил, что я с собой в рюкзаке ношу ножик и удар, но это такая помесь газового баллончика с пистолетом, и, блядь, вспомнил это, только когда, у пристава, надо было, блядь, через рамку протаскивать, и рядом со мной стоял этот товарищ, чекист, ну, когда рамка зазвенела, я сказал, покажите, что в сумке, а я ножик, блядь, утаскиваю, в суд пришел, картиночка с двумя парнями, ебать ты лох, да, 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 вот, ну, я просто забыл выложить, конечно, блядь, меня этот ФСБшник взял за грудки, говорит, ты что, блядь, охуел тебе сейчас в натуре, блядь, не то, что 282, еще и угрозу суду припишут, ну-ка, блядь, быстро вышел во двор, это все закопал там, блядь, на это, у входа, ну, ладно, закопал, прождал этот суд, значит, и, ну, мне, вынесли приговор тысячу рублей штрафа заплатить, ну, я тут же заплатил, самое смешное, что они потом, этот дядя из ФСБ, дико вместе с прокурором ржали, что, вот, натуре, ебать ты лох, блядь, ты что, это, с чем пришел, то в суд, вот, а пошел, потом, с этого суда, самая ирония судьбы, сразу пошел на пары, где, у нас была философия, и, тут повисла неловкая пауза, там, Кириллов, а почему ты прогулял первую пару, знаешь, не скажу ей, что, вот, на суде был, что, узник совести, да, 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 узник совести, кровавого режима, вот, повисла неловкая пауза, а то бы она обо мне плохо подумала, а вообще, знаешь, это, на самом деле, облава у них была, ну, чтобы найти этих распространителей, я, на самом деле, понимаю, мужиков, потому что, примерно в то же время, когда это дело со мной было, у нас прогремело очень громкое дело, дело в том, что до 11-го года у нас очень много скинов было в Омске, да, и случилось то, что по официальным, ну, то, что я в газете, короче, прочитал, что тусовка скинов собралась в какой-то квартире, и они стукача, сведомителя нашли среди своих рядов, и в это время, по-моему, они на 20-е, что ли, апреля, они решили в квартире его казнить, ну, публичный город заплачить и казнить, вот, и довольно громкое дело было по городу, и я понимаю мужиков, ну, ладно, вот такие долбоебы, которые я, вот, с глупостью, ну, ну, они не знали, понимаешь, что, я уверен, что я не один такой, а ведь есть, блядь, такие же типы, как вот эти скины, причем они одного, и того же возраста со мной были, по-моему. так смотри, у тебя есть административка, получается, да, в наличии, понятно, 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 хорошо, так, она что-то там никак не отразится, ну, то есть, если ты придешь куда-нибудь на работу, или вот ты пришел, устраиваться, я боялся, что меня на флот не возьмут, а, как оказалось, с личного дела ее убрали, но мне показывали личное дело, я с содроганием ждал, что где-то эта справка вылезет, ее не было, ну, наверное, там судимость просто погашенная, и когда судимость гасят, там же бумаги убирают из дела, так что моя совесть чиста, вот, ну, по глупости, конечно. Друзья, как я говорю, соблюдайте уголовный кодекс, будьте порядочными налогоплательщиками, и, конечно же, всем зложи на крестах. Ребята, если вам понравилось, то ставьте классы этому видео, так, так, ставьте классы, подписывайтесь на наш канал, донайте нас в Бабулиночьем пакетом, заказывайте рекламу Сигна, слава к нам, Бабульслава, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok